Что делать, если ставка по взятому когда-то ипотечному кредиту высокая? Ну а сейчас на рынке есть действительно выгодные условия. Это, конечно, не повод идти и, например, грабить банк. Правильный ключ. В этом, на первый взгляд, не простой головоломки, не так уж и сложно подобрать. Ответ – рефинансирование ипотечного займа. Господдержка, выпуск новых финансовых продуктов, высокая конкуренция. Как итог, внушительные цифры процентных ставок ушли в прошлое. Например, выезжака уже предлагают ипотеку от 9%. Снижают проценты и банки. Экономят заемщики, которые уже давно хотят заключить новую сделку с кредитором. Рефинансировать всегда легче, чем выдавать первичный кредит. Поскольку заемщик, которого ты кредитуешь, он уже оценен другим финансовым институтом. Сейчас, как вы знаете, ипотека набирает большие темпы. Мы практически в начале года не выдавали ипотеку. Мы этот бизнес стали соответствующим образом развивать и уже выдаем в месяц 2 миллиарда. Вот в наших 2 миллиардах месячной выдачи ипотеки 10% это рефинансирование. Мы планируем у себя, что к концу года этот процент вырастет до 30. Поэтому тут возможны и нюансы. В каком случае есть смысл идти на перезаключение договора? Расчеты показывают, рефинансирование выгодно даже при снижении ставки всего на полпроцента. Но сегодня на рынке условия стремительно меняются. И многим удается снизить процент по кредиту на 2, а то и на 4%. Вместе с Олегом Комликом, директором по ипотечному кредитованию ОИЖК, рассматриваем один из примеров такого рефинансирования. Средний кредит 2 миллиона рассмотрим на 15 лет. И, например, он был взят под 12% годовых. Уже сейчас на рынке можно найти предложения, при которых кредиты выдаются и рефинансируются под 9-9,5%. Допустим, если в нашем примере снижение ставки произошло на 2,5%, то экономия для семейного бюджета будет составлять больше 2000 рублей в месяц, соответственно, больше 25 тысяч рублей, соответственно, в год. И это еще не самая большая выгода. Виктор Филиппов, заемщик со стажем. За несколько лет участия в ипотечных программах изучил многие продукты и предложения, которые позволяют сэкономить. Еще три года назад брал ипотеку под 13,5%. Когда условия на рынке изменились, обратился в ОИЖК. В итоге ежемесячная выгода больше 10 тысяч рублей. Порядка 30% платежа я снизил. Если не секрет, то сколько? Было, сколько стало? Ну, у меня было после частичного погашения в районе 48 тысяч рублей, а сейчас у меня 36. Так у Виктора появилось как минимум две возможности. Либо платить каждый месяц меньше, либо идти на опережение. И как можно скорее погасить ипотечный кредит. Но почему банку интересно то, что выгодно заемщику? Зачем финансистам перезаключать договоры? И как следствие получать меньше денег? Все просто. Снижение ставок создало не только более выгодные предложения на рынке, но и площадку для конкуренции среди самих банкиров. Ведь не обязательно рефинансировать кредит в том же банке, который выдавал ипотеку. Нам это безусловно интересно, поскольку с рынка мы получаем новых клиентов. Как правило, клиенты по ипотечному кредитованию, они более состоятельные. Мы рассчитываем, что получив рефинансирование в нашем банке, он будет с нами сотрудничать как минимум на протяжении 10, возможно, 15 лет. Многие люди рефинансируются и при этом получают большую сумму кредита, которую, например, впоследствии могут использовать на ремонт этой же самой квартиры, на покупку мебели и так далее. Если оценочная стоимость недвижимости, которая находится в залоге, позволяет, мы, безусловно, готовы выдать кредит в большем объеме. И все же просто прийти в банк и сразу на месте перезаключить договор не получится. Необходимо повторить процедуру, которую совершали при получении ипотеки, провести оценку недвижимости, заплатить пошлину за регистрацию ипотечного займа. И не только. Если это тот же банк, конечно, это минимально, потому что нужно будет заемщик всего лишь навсего подтвердить свои доходы, свою стабильную зарплату, там, доход. Но если это другой банк, то нужно полностью собирать пакет документов. Это и страхование нужно, и оценку нужно сделать, и госпошлину нужно заплатить, и справку нужно у нотариуса о разрешении, если это у супруги. Деньги, с одной стороны, это и небольшие, но если это касается страхования, потому что здесь страхование объекта, это от 0,3 до 1,5 процентов. Или, может быть, страхование жизни. Многие банки требуют страхование жизни заемщика. И это будут самые большие расходы. Оценка – это, там, 5-10 тысяч рублей. При выдаче ипотечных займов сегодня стараются найти индивидуальный подход при работе с каждым клиентом. Для этого изучают все показатели. Где человек работает, какой у него доход, насколько чиста его кредитная история. Все эти данные влияют на то, насколько быстро одобрит тот или иной запрос. Заявка на ипотечный кредит на финансирование осматривается из двух этапов. Сначала рассматривается заемщик. Это решение принимается примерно за 1-2 рабочих дня. И после того, как решение принято, и заемщик знает, какая у него будет сумма кредита, ему нужно предоставить документы по объекту недвижимости. Все равно объект недвижимости берется в залог банкам, поэтому банк должен посмотреть, что с залогом все в порядке, он ликвиден. После этого проводится сделка по рефинансированию ипотечного кредита. Эти слова подтверждают и участники сделки по другую сторону договора. Сами заемщики. Минимальное количество встреч, большая часть переговоров по электронной почте. Меня удивило вообще, как это все так быстро можно сделать, во-первых. И во-вторых, все общение с представителем ИЖК было по электронной почте. Причем оценка тоже была достаточно быстрая. Мне буквально за 2-3 дня сказали, что у меня, в общем-то, сколько стоит квартира и какая будет цена в договоре. Рефинансирование ипотеки становится все более популярным механизмом. Прогноз простой. Ставка продолжает снижаться. И нужно адаптироваться к более мягким условиям. Создана новая площадка для конкуренции, где нужно бороться за каждого клиента. Причем это надежные кредиты, которые люди берут на несколько лет вперед.